Вы говорите о психологической боли. Я бы хотел рассказать вам об одном случае. В греческой православной общине Стамбула был один епископ. Он приехал в Южную Индию и захотел встретиться с настоящим йогином. Если стоишь больно, если лежишь тоже больно. Намаскарам, Садгуру. Говорят, что жизнь — это неизбежная боль. Это так? Это случилось в 1924 году. В греческой православной общине Стамбула был один епископ. Через Босфор, который лежал на Великом Шелковом Пути, на протяжении веков проходило множество мистических историй о йогинах и мудрецах из Индии. Епископ всегда хотел посетить Индию, чтобы встретиться там с мистиком или йогином. Но этого так и не произошло, потому что, будучи духовным лицом, он не мог сам решать, куда ему ехать. Но когда он немного отошел от дел, он получил возможность отправиться в Южную Индию. Он приехал в Южную Индию и захотел встретиться с настоящим йогином. Ему объяснили, куда идти. Если вы подниметесь на эту гору, там перед пещерой будет сидеть йогин. Он именно тот, кто вам нужен. Наш епископ начал подниматься в гору. Горы к людям непривятливы. Если вы не поддерживаете себя в форме, они будут к вам совершенно непривятливы. И вот, пыхтя и отдуваясь, он поднимался вверх. Наконец, он увидел йогина, который сидел с закрытыми глазами в полном блаженстве. Ему сказали, «Когда встречаете индийского йогина, нужно падать ниц». Однако, его комплекция не позволяла ему этого сделать. С большим трудом он распростерся перед йогином, а потом с шумом поднялся. Услышав шум, йогин открыл глаза и улыбнулся. Епископ спросил, «Можно задать вам вопрос?» Йогин сказал, «Конечно». Епископ спросил, «Что такое жизнь?» Йогин пришел в восторг и произнес, «Жизнь подобна аромату жасмина на весеннем ветру». Священник заморгал, «Что? Жизнь, аромат жасмина на весеннем ветру?» Но мой учитель сказал мне, что жизнь как заноза. Стоит ей оказаться в тебе, тогда, если сидишь больно, если стоишь больно, если лежишь, тоже больно. А вы говорите, что жизнь похожа на аромат жасмина на весеннем ветру. Как же так? Йогин улыбнулся и сказал, «Ну, это его жизнь». Есть физическая боль. Есть физическая боль и психологическая. Обычно. Физической боли не так много, если только нет серьезной травмы или болезни. Время от времени мы испытываем боль здесь и там, но не так уж и много. Люди в основном испытывают психологическую боль. Если возникает физическая боль, нам просто нужно дистанцироваться от источника боли. Если мы садимся где-то и нас что-то колет, мы не продолжаем там сидеть, мы пересаживаемся в другое место. Нам известно, как избежать физической боли, если только мы не находимся в зоне боевых действий или в какой-то другой ситуации, в которой присутствует насилие. Надеюсь, что этого не случится ни с одним человеком. Но, к сожалению, с некоторыми случается. Физическая боль для вас полезна. Я знаю, что это непопулярное утверждение. Но если бы не существовало физической боли, большинство людей, большинство даже не знали бы, как сохранить свое тело. Посмотрите, что мы делаем с телом там, где оно не чувствует боли. Что мы сделали здесь и здесь. Только потому, что там нет боли. Если бы ваш нос не чувствовал боли, вы бы по-всякому его изрезали ради моды. Даже несмотря на боль, некоторые делают персинг на лице в 20 разных местах. Многие идут на подобное, невзирая на боль. Если бы тело совершенно не ощущало боли, было бы модно вырывать из себя кишки и ходить, закинув их на плечо. Люди творили бы все, что угодно. Не так ли? Так что боль — это хорошо. Потому что если боли не будет, большинству людей не хватит благоразумия, чтобы просто физически сохранить себя. Они будут делать с собой все, что угодно. Мы знаем, как справиться с физической болью. Если только она не выходит за известные пределы. Вы же говорите о психологической боли. Когда мы говорим о психологической боли, расскажу вам об одном случае. В прошлом году, в августе, мы отправились в пеший поход. Мы были в Гималаях, где-то между Непалом и Тибетом. Я сидел в палатке. Один мужчина в этой же палатке резал яблоко. И одна женщина сказала ему, «Это очень острый нож. Будь осторожен». Это вызвало во мне раздражение, потому что нож и должен быть острым. Если он будет тупым, то ножом мы уже его не назовем. И это не ребенок, а взрослый мужчина. Путин ребенком тогда другое дело. Но я был занят, поэтому не стал обращать на это внимание и вернулся к своим делам. Через две минуты она снова сказала ему, «Это очень острый нож. Будь осторожен». Я сказал, «Слушай, оставь его в покое. Это взрослый мужчина. С ножом-то он должен справиться. Это же не космическая станция. Всего лишь нож». «Он взрослый мужчина. Он может с ним справиться». Она ответила, «Нет, Садгуру. Это очень острый нож». Я перестал обращать на это внимание и вернулся к работе. А она тихо прошептала, «Это очень острый нож. Будь осторожен». А еще через две минуты он порезал себе руку. Похоже, она знала, что он порежется. Так что я больше не вмешивался. И я рассказал вам об этом, потому что это все, что с вами происходит. Если мы были, как все другие существа, без человеческого интеллекта, без человеческого интеллекта, но природа интеллекта такова, что он должен быть острым, иначе он никуда не годится. Да или нет? Сейчас проблема в том, что вы держите острый нож, но в вашей руке нет твердости, и вы постоянно режете им себя. Будь у вас ум дикого кабана, я не думаю, что вы бы страдали так же, если бы только вас не подстрелили. У вас острый человеческий ум и нетвердая рука, и поэтому каждый день вы так или иначе раните себя. Неважно, что там у причины, боль или удовольствие, ваша боль или удовольствие, проявляется только внутри вас, не так ли? По крайней мере, то, что происходит внутри вас, должно происходить так, как вы этого хотите? Мы не можем контролировать то, что происходит в мире. Но то, что происходит внутри вас, должно происходить так, как этого хотите вы, не так ли? Если бы ваш ум слушался вас, вы причинили бы себе боль или радость? Что бы вы создали? Сделайте выбор, а я вас благословлю. Конечно, радость. Так что проблема не в боли. Проблема в том, что у вас сложный компьютер. Но вы не прочитали руководство пользователя. Вот и всё. Если бы ваш ум слушался вас, вы бы непременно поддерживали для себя наивысший уровень приятных ощущений. Каков ваш выбор для себя? Высший уровень удовольствия, по крайней мере, для себя. Что вы пожелаете для своего соседа, это ещё вопрос. Но то, что вы хотите для себя, совершенно ясно. Не так ли? Этого не происходит не потому, что в вашей жизни что-то пошло не так. Просто ваш ум вас не слушается. Всё настолько просто. Пришло время взять это в свои руки. То, что является чудом, превратилось в машину по производству страданий. Человеческий ум — самый сложный инструмент, который только можно найти на этой планете. Вы согласны со мной? Но он превратился в машину по производству страданий. Все человеческие страдания производятся здесь, не так ли? Не идеализируйте боль. Это означает, что вы не заинтересованы в человеческом благополучии. В этом мире боль постоянно выставляется в романтическом духе. Если вы идеализируете боль, это означает, что вы не заинтересованы в человеческом благополучии. Вы играете с этим. Есть музыка, посвященная человеческой боли. Есть фильмы, посвященные боли. Есть драма, посвященная человеческой боли. В этом много романтики. Потому что в каком бы состоянии не пребывал человек, он каким-то образом должен превозносить это. Если испытывать боль – это ваш выбор, тогда нет вопросов. Но если вы хотите пребывать в блаженстве, но при этом испытываете боль, это значит, что ваш ум вам не подчиняется. Он вышел из-под контроля. В наши дни люди делают много чего странного, и они идеализируют все это. Это компульсивность. Кто-то напивается, кто-то накачивает себя наркотиками, кто-то делает еще что-то. Это неосознанный выбор. Это компульсивность в человеке. Если вы будете идеализировать свою компульсивность, вы никогда не будете стремиться к благополучию. Ни для себя, ни для других.